В четвертый раз Ульяновск принимал чемпионат региональных учительских команд. Или, как его называют сами работники образования, в шутку и для краткости, Чирук. В этом году его участниками стали педагогические объединения из 17 регионов страны. В каждой команде по три учителя. Все вместе они должны продемонстрировать своим коллегам все свои лучшие навыки и находки. Нам очень приятно, что именно на Ульяновской земле зародился этот чемпионат. Мы, по сути, создали новую традицию, новый бренд для Ульяновской области. Это учительские команды. Этим конкурс отличается от других педагогических состязаний, таких как «Учитель года». Умение действовать в команде – основной принцип, который лежит в основе чемпионата. Это отмечают и сами учителя. Для них перестроиться с индивидуальной работой на командную не всегда просто. Командная работа – это и взаимоподдержка, и взаимное прикрытие, часто бывает такое, и, естественно, взаимное стремление к результату. То есть, когда даже один человек отчитывает, что-то говорит, мы понимаем, что он говорит не только от своего имени, не только от имени участников команды, но и от всего клуба «Учитель года» Ульяновской области. Потому что мы старались в том, что мы показываем, продемонстрировать опыт всей области. Чемпионат проходил под девизом «Умное образование – умный регион». Изменение образования в лучшую сторону невозможно добиться без использования лучших практик. Об этом учителя говорили на встрече с губернатором Сергеем Морозовым, который, кстати, был инициатором проведения чемпионата. Вы являетесь лидерами, цветом нашей образовательной нации, но я сейчас повторяю о том, что умное образование, умный регион – это уже не будущее, а настоящее. И очень бы хотелось, чтобы вокруг вас как можно быстрее и в большем количестве расходились круги. Педагоги обратились с несколькими предложениями главе области. Например, помочь в разработке кодекса поведения учителей в социальных сетях. Предложили собрать в Ульяновске на следующем чемпионате представителей всех регионов страны. Если посмотреть на историю конкурса «Учитель года», то в первом конкурсе 30 лет назад участвовало всего 25 субъектов. Уже несколько лет подряд, 5, наверное, лет, участвуют все регионы Российской Федерации. Нужно время. Но и динамика, мы наблюдаем за динамикой и видим, что количество регионов, которые участвуют в этом конкурсе, увеличивается. Губернатор пообещал, что обязательно поднимет этот вопрос перед своими коллегами. В свою очередь, глава области предложил педагогам принять участие в разработке регионального закона о статусе учителя. Его проект пообещали опубликовать на страницах учительской газеты и привлечь к обсуждению всю страну. Егор Титов, Юрий Ломатов, Новости дня, Ульяновская правда. Субтитры создавал DimaTorzok